Прогноз погоды на сегодня. Температура 480 градусов и дождь из серной кислоты. Атмосферное давление может раздробить вам кости. Это похоже на ад. Но на Венере это обычная погода. Ученые считают, что погода на Земле однажды станет такой же, как на Венере. Неконтролируемое глобальное потепление – это всего лишь вопрос времени. Как бы это выглядело, если бы это случилось уже завтра? Было бы неприятно. Мы бы как следует поджарились и были бы раздавлены. У нас на Земле определенные виды климата. На других же планетах бушуют невиданные бури. Мы надеемся никогда не увидеть такой климат на Земле. Но почему он может наступить на нашей планете? Сможем ли мы пережить экстремальную космическую погоду? Крайности космической погоды – Венера. Представьте, что однажды Земля стала совсем другой. Вместо привычной погоды наступил такой же климат, как на Венере. Это безрадостная картина. Что касается живых организмов – это конец света. Озера и океаны испаряются. Города превращаются в пылающий ад. Потоки серной кислоты разрушают великие строения. Если погода на Земле внезапно стала бы такой же, как на Венере, это был бы плохой день. Погода Венера кажется немыслимой на Земле. Но многие ученые считают, что Земле ее не избежать. Поэтому они пытаются понять, какие процессы на Венере привели к такой погоде. Это предварительный показ, предупреждающий о том, какая погода наступит на Земле в далеком будущем. Чтобы разобраться, как на Земле может наступить так называемый необратимый парниковый эффект, мы должны понять, как и почему он уже произошел на Венере, которая изначально была очень похожа на Землю. Венера – вторая планета от Солнца. Ее еще называют двойником Земли, потому что они очень похожи. Она почти того же размера, с облачной атмосферой. Из космоса Венера напоминает Землю. Но что до погоды, у Венеры и Земли нет ничего общего. Главная разница между этими планетами в том, что на Венере атмосфера плотнее. 480 градусов Цельсия. Горячее, чем в печи. Выше температура плавления свинца. Вы можете подумать, что на Венере так горячо просто потому, что она ближе к Солнцу. Но если переместить Землю на то же расстояние от Солнца, на котором находится Венера, средние глобальные температуры поднимутся незначительно. Очень горячо не будет. И для жизни угрозы не возникнет. Климат на Венере намного горячее климата и в том, что на Венере не будет. Это очень много чего. Солнечное значение для климата на Венере имеет тот факт, что атмосфера там сотню раз плотнее, как Венера. Двигаться в ней было бы очень трудно. Через венерианскую атмосферу тяжело перемещаться. Хотя ветры на Венере слабые, даже легкий бриз вызвал бы проблемы. Ветры на Венере движутся со скоростью всего несколько километров в час. Но поскольку плотность атмосферы на Венере в 95 раз выше, чем на Земле, даже при такой небольшой скорости ветер имеет в 95 раз больше силы. Вся атмосфера движется как река. Ветер в 10-15 километров в час собьет вас с ног. Будучи на Венере, вы бы пожаловались на высокое давление. Вы бы также оказались под другим давлением. Смертельно опасно. Давление на Венере такое же, как на глубине 800 метров в океане. Дайверы не ныряют так глубоко, потому что это смертельно опасно. Давление просто расплющит. Поставьте машину весом сотни килограммов на каждый квадратный сантиметр вашей кожи. Да вас тут же раздавит, как скорлупу. Но на Венере вы не успеете погибнуть от давления, потому что вас убьет жара. Самая высокая температура на Земле, 56,6 градусов Цельсия, была зафиксирована в долине смерти в 1913 году. Это холоднее с... ...на Венере... ...тридцать четыре... ...турочистки духовых шкафов. Но исследование Венеры практически невозможно из-за палящей жары. На Марсе высаживают планета Хоот, который бродит по нему шесть лет. Если его высадить на Венере, он расплавится. Спайки на электронике просто превратятся в жидкость и растекутся. В отличие от Земли, где климат разнообразен, на Венере нигде не скроешься от этого пекла. Поскольку атмосфера на Венере такая плотная, условия на поверхности почти везде одинаковые. Нет разницы между экваторами и полюсами, ночью и днем. Даже когда на Венере ночь, раскаленные камни светятся от своего собственного тепла. Можно увидеть это тусклое, красно-оранжевое свечение, вызванное жарой. Что бы случилось на Земле, если бы температура выросла до Венерианской? Когда температура будет достигать 480 градусов Цельсия, города во всем мире начнут тлеть. Брэдбери был прав. Бумага возгорается при 451 градусе по Фаренгейту. Небоскребы превратятся в многоэтажный ад. Крайние помещения нагреются больше всего, потому что они будут напрямую контактировать с 500-градусной печью снаружи. Внешние стены зданий возможно обрушатся. Сталь размягчается и теряет прочность при 300 градусах Цельсия. Мир охвачен огнем. Все здания, от домиков до небоскребов, горят и рушатся. Несмотря на адские температуры и огромное по силе давление, поверхность Венеры выглядит на удивление спокойной. Но если вы подниметесь в облака, постоянная жара и давление сменятся резкими скачками от жары к холоду. Венерианская погода напоминает жесточайшую бурю на Земле. Облака наверху венерианской атмосферы подвержены суперротации. Они обходят вокруг Венеры за четыре земных дня со скоростью 300 км в час. Как ураганные ветры на Земле. Круговорот на Венере поддерживается контрастом холода и жары. Когда Солнце освещает ту сторону, где день, на другой стороне нет солнечного тепла. Этот температурный дисбаланс и заставляет такие сильные ветры двигаться по планете. Когда эти ветры достигают полюсов, они создают удивительное погодное явление. Циклон с двумя центрами. Облака, находящиеся в суперротации, имеют неприятную особенность, против которой зонд бессилен. Облака на Венере состоят из серной кислоты. Нам они, скорее всего, покажутся малоприятными. Вряд ли бы вы полетели через них на самолете с открытыми окнами. Особенно, когда из них идет дождь из чистой серной кислоты. На Земле угольные электростанции выбрасывают в атмосферу вещества, которые растворяются в дождевой воде, приводя к кислотным дождям. Но нам и не снились кислотные дожди Венеры. На Венере так жарко, что кислотный дождь испаряется, не достигнув поверхности. А что бы случилось, если бы венерианские дожди из серной кислоты прошли на Земле? Проведем опыт. Смешаем серную кислоту с сахаром, чтобы увидеть, что станет с телом человека. В этой мензурке серная кислота. А здесь у меня органическое соединение с большим количеством углерода, кислорода и водорода. Короче говоря, обычный бытовой сахар. Когда я добавлю серную кислоту, она вытянет всю воду, то есть сахар дегидратирует. Пойдет сильная химическая реакция. Я надену средство защиты, чтобы не вдыхать испарение. Смешивая серную кислоту с сахаром, что мы сейчас и делаем, можно увидеть, что бы произошло, если бы эта кислота в атмосфере взаимодействовала с органической жизнью. Лучше отойду подальше. Серная кислота превратила сахар в почти чистый углерод. Если бы на Земле прошел дождь из серной кислоты, живые организмы превратились бы в угольные массы. А как же наши города? Париж, Франция. Что если под разъедающий дождь попала бы железная конструкция Эйфелевой башни? Серная кислота плюс железо, в результате получится сульфат железа. Это вещество хрупкое, зернистое, может кристаллизовываться, оно не обладает прочностью железа. Вокруг Эйфелевой башни вы увидели бы легкое зеленое облачко из-за того, что так быстро льется много серной кислоты. Затем вы станете замечать первые признаки повреждений в арках, на которых держится все сооружение. Вы увидите небольшую деформацию. Заклепочные соединения начнут выходить из строя. Башня просядет под собственным весом и рухнет. Венера не всегда была планетой сильной жары, огромного давления и серной кислоты. Когда-то погода там была спокойной, было много воды. Но затем с Венерой стало что-то происходить. Нам нужно изучить это, чтобы сохранить жизнь на Земле. Крайности космической погоды. Крайности космической погоды. На Венере сначала тоже была вода. Пока климатический катаклизм не иссушил ее. Этот катаклизм определил климат на Венере. Чтобы понять его, представьте следующее. Все началось с сильнейших ударов из космоса, обрушившихся на Венеру и Землю незадолго до их образования. Пока молодая Земля остывала, она столкнулась с небесным телом размером с Марс. Земля превратилась в быстро вращающуюся планету с ядром из жидкого железа. Это идеальное условие для формирования магнитного поля, которое защищает атмосферу Земли от заряженных частиц Солнца. Без него они проникли бы в атмосферу и развеяли ее. Венера тоже столкнулась с небесным телом, но результат оказался иным. Удар так замедлил ее вращение, что на один оборот у нее уходит 223 земных дня. Возможно, из-за медленного вращения у Венеры нет магнитного поля. Отсутствие магнитного поля на Венере способствовало ее превращению в такое жестокое место. Обе планеты остыли и стали очень похожи друг на друга. Поначалу. 4,5 миллиарда лет назад, когда Земля и Венера образовались, они были очень схожи по массе и форме. Венера во многом напоминала гавайский вулкан Килауэа. Но без магнитного поля ее атмосфера была совершенно беззащитна перед солнечным ветром. Он уничтожил испарение воды на Венере, отделив водород от кислорода и затем унес водород в космос. Молекулы воды были разрушены, водород потерян, кислород и углерод образовали диоксид углерода. Поскольку диоксид углерода парниковый газ, чем больше его появлялось, тем жарче становилось. Наконец наступил момент, когда на поверхности Венера стало слишком жарко для существования воды. А если температура на Земле станет критической? Озеро Мичиган. Температура достигает точки кипения и берега озера вот-вот обмелеют. При высоких температурах вода быстро испаряется. А уж при температуре около 300 градусов Цельсия ее мало чем убережешь от испарения. И все. Так что озеро Мичиган превратится в очень большое плотное облако. Венера достигла критической отметки 3 миллиарда лет назад. Начался необратимый парниковый эффект. Температура поднималась все выше. Вплоть до 500 градусов Цельсия. С тех пор миллиарды лет на Венере царил палящий климат. Но 600 миллионов лет назад произошел еще один катаклизм. Вулканические извержения такой огромной силы, что изменился облик планеты. Считается, что 600 миллионов лет назад на Венере произошли крупные вулканические извержения. Выброшенная на поверхность Венеры магма изменила облик всей планеты. Как это случилось? Причина всему недостаток воды. На Земле континенты перемещаются на жидкой мантии, образуя разломы вулканы, через которые высвобождается внутреннее тепло. это тектонический процесс. Но для него нужна вода. На Земле этот тектонический процесс смягчает жидкая вода в океанах, а также в породах, которые входят в состав земной коры. Но на Венере отсутствует гидротация коры, которая обеспечивает протекание тектонических процессов. поэтому каждые несколько сотен миллионов лет нужно ожидать огромное извержение расплавленной лавы, которая полностью меняет поверхность планеты. Изменилась не только поверхность планеты. Ее климат сделался еще более жестоким. Когда по всей планете извергается лава, в атмосферу выбрасывается громадное количество ядовитого газа. этот катаклизм сделал Венеру такой, какой мы ее сегодня видим. Говорят, что Венера худший вариант того, что может случиться с Землей, если глобальное потепление приведет к необратимому парниковому эффекту. Но даже если мы решим проблему потепления, в следующие 100 миллионов лет Солнце будет разогреваться все больше. Тогда нашей планете предстоит повторить судьбу Венеры. Рано или поздно на Земле наступит необратимый парниковый эффект. Солнце начнет припекать и Земля пойдет по пути Венеры. Но это случится не ранее, чем через 100 или 500 миллионов лет. Климат на Венере это предварительный показ того, что ожидает Землю через сотни миллионов лет. В далеком будущем на Земле будет происходить то же самое, что сейчас происходит на Венере. Нам повезло, что это не происходит сейчас. Иначе наши моря и океаны испарились бы, здания расплавились бы, строения разрушились бы. Но тот факт, что необратимый парниковый эффект на Земле теоретически возможен, означает, что климат Венеры несет важный урок для всех людей. Программа озвучена на студии Кириллица. Текст читал